Представители государственных специализированных ведомств сельского хозяйства, экономического развития, фитосанитарного и ветеринарного надзора посетили несколько объектов сельскохозяйственного производства в Снаурском районе. Дмитрий Кабулов пять лет назад взял у государства земли под аренду. Фермер выращивал клубнику, которая пользовалась большим спросом. В этом году он решил посадить овощи и не прогадал. Благодаря своему труду получил высокий урожай. «Огромное спасибо людям, выделившим нам теплицы. Я уже пятый год занимаюсь растеневодством. В планах – расширить земли и виды культур». Разновидности перца, баклажаны, фасоль, кукуруза. На грядках Дмитрия Кабулова можно найти различные овощные и фруктовые культуры. В дальнейшем, если урожай будет реализован, фермер собирается расширить площадь земель и виды выращиваемых культур. Не отстаёт от Кабулова ещё один местный фермер – Нукзарстхилидзе. Он занялся земледельем три года назад. Взял в аренду несколько гектаров земли, построил теплицы, посадил помидоры и огурцы. В этом году урожай был богатый. Только помидора фермер собрал около тонны и уже продал. «Я уже получил около тонны урожая помидор. Планирую получить как минимум ещё столько же. На рынке востребована наша местная продукция». Здесь можно и нужно выращивать практически любые сельскохозяйственные культуры, уверен директор фирмы «Знаурпродукт» Рустам Джоев. Необходим лишь интерес к делу, настойчивость. Но для результативности не обойтись без поддержки государства. Рустам Джоев был одним из первых, кто обратил внимание на рентабельность растеневодства в тепличных условиях. К тому же местная почва пригодна для выращивания. Он поделился своим опытом с местными, которые также решили заниматься растеневодством. «Планирую собрать с теплиц ещё около 20 тонн помидор. Реализуем продукцию в городе. Здесь у нас есть собственный магазин. Привозить с других стран овощи и фрукты нам уже будет не нужно при производстве собственных. А такие условия у нас есть. В районе уже работает несколько теплиц. При желании производство можно увеличить в разы. У нас много трудолюбивых людей, которые хотят и способны работать и производить. И им нужна поддержка правительства». Помимо этого фермер занимается птицеводством. Разводит французских цесарок, индюков и кур. Имеются в хозяйстве фермера несколько голов крупного рогатого скота. «Содержим скот на откорм. В сезон разводим птиц до определённого возраста, а затем продаём. Первое условие для разведения цесарок – это тепло, чистота и хороший корм». Живность в хозяйстве фермер содержит в полном порядке и чистоте. Большое внимание уделяется корму. Сотрудники ветеринарии и угосеть сельхознадзора остались довольны. «С этим хозяйством мы уже работаем давно. Были какие-то изначально замечания. Ну, несущественные замечания. Это касалось отсутствия где-то на некоторых входах дисковриков. Выписали им предписание, они все эти замечания устранили. На сегодняшний день со стороны ветеринарного надзора нашей службы и угосеть сельхознадзор к данному хозяйству особого замечания нет». Главным отличием фруктово-овощных культур местных растеневодов является натуральность продукции, которые обрабатываются только природными удобрениями. Именно это влияет на их большой спрос. В своём деле фермеры рассчитывают на оказание помощи со стороны государства в виде выделения льготных кредитов. Эльвира Дебилова, Алим БТФ, Диана Техова. Информационный выпуск сегодня.